Было пространство нижнее, мёртвое пространство, наше рецепространство, потом настоящее пространство было жёлтого или оранжевого тела, потом было серого, потом индико пространство, а между ними пространство мрака. Так вот мы теперь каким-то образом прошли вот эти все и оказались в сером пространстве. Это очень-очень важно. Да, то есть мы уходим из рецепространства в будущее благодаря тому, что поменяли сознание Земли. Меняя своё сознание, мы вот так воздействовали на Землю. Нет, на вас две этих самых отобрали, а что вы поменяли? Вы такими были, такими и останетесь. Да. Просто у вас структурно, вы, вольно или не вольно, изменились. Да, вы это не заметили никто. Мы это никто не заметили, понимаете, даже... Изменения никто не ощущается. Нет, да понимаешь, у тебя же с вами... Я бы с вами этим не занималась, если бы не знала, что это... А что же вы нас не предупредили в этот день? Понимаете, пока учёные свои открытия не сделают, ничего никого... Да, никто в это не верит. Нам же доказательства нужны. Просто мы человек всегда что-то оказываем. И что случилось, что мы попали в не инфракрасные лучи стали нас окружать, а ультракрасные. То есть они ярче обыкновенных в 60 раз. Причём ещё в декабре, там есть специальные структуры, которые наблюдают вот это всё, да? Ещё в декабре 2012 года не было, а в январе 2013 они появились за сутки. Вот говорят, так не бывает. Они или есть, или их нет, значит произошло что-то за эти сутки, что заставило поменяться мир. Обыкновенная электромагнитная шкала, которая представлена в учебниках физики, она увеличилась сразу на три октавы. На три октавы в ультра красном и на три октавы в ультрафиолетовом цвете. Представляете? А смертность внушится в этот день? Да, конечно. Те, кто не готов, они ушли. А ультракрасные, это более высеченные, что ли? Как это? Это почитается, что мы готовы. То есть, открылась материя, которой до 2013 года не было. Вот почему люди, вот сейчас гриб, что это такое гриб? Я вам рассказывала, что простуды нет, правильно? Это шлаки. Шлаки выходят, они должны выйти через чего-то, из-за того, что у нас какие-то кашель, задражения, да, у нас не выказано. Что такое гриб? Гриб обязательно сопровождается вирусом. Да, там H, да, там AB. Не важно какие. Не важно какие, они всегда кристаллы. Эти вирусы всегда несут информацию. Запомните очень важную вещь, слово кристаллы. Нам они очень нужны. Так вот, когда вы наблюдаете больного с гриппом, у него на верхнем небе есть так называемый синдром морозка. Там такие звездочки. И эти звездочки, знаете, как это самое, сети интернета, красным полосом на глубину соединяются. Это информационный поток, который идет от Земли в виде вот этой матрицы, которой сознание идет на Земле. Ведь раньше гриппа не было. Значит, его создали? Нет. Это мы в новом информационном потоке. Создали, конечно, создали. Но не ученые наши, по миру, скажем. Понятно. А это другие вещи. Так вот, если человек болеет гриппом, что это означает? Его информационный готовит к новой переходу. А мы, давая ему таблетки, что делаем? Вяся. Останавливаем. Вот сейчас это самое, слиной грипп, в прошлом году. Прочитайте, давайте в телевизор лекцию по свиному гриппу. Я говорю, знаете статистику, что от свиного гриппа умер один китай? Как такового вы потом доказали, его и не было. Ну, выйти. И не стало этого лекции. Сейчас на свинной грипп напали. Там какой-то у меня схожий, это самое. Не будем обращать внимание на название. Человек может написать и назвать все, что угодно. Но вот кристалл, который несет за собой, он у каждого разный. Просто у нас симптомы одинаковые. Какие у нас симптомы? Захотел поесть? Захотел исправился, да? И тут тоже высокая температура и так далее. Мы сейчас этого коснемся. Вот еще одно открытие, то, что я вам сказала. То, что система надвигалась в черную дыру, а теперь мы пошли совершенно другим путем. Дыры нет. И помните, когда мы говорили с вами о том, что очень ученые стали сомневаться о том, что вообще большой взрыв был или нет. А мы сказали, что большого взрыва не было. А что было? Сначала было слово, была информация. Помните такое? В Библии написано. Сначала было слово. Так вот, мы с вами сознанием сделали то слово, которое в один день преобразовало в мир. Что это за слово? Что оказалось? Что черная дыра – это дверь, которую мы с вами прошли. И дверь закрылась. Вот как мы с вами ее прошли? Через все? Через эти кризисы, дефолты, всякие вещи, которые преодолели все. Теперь вместо черной дыры появился другой объект, который называется магнитар. Вот это вы запишите. Почему? Потому что это пульсирующая звезда, но не пульсар. И эта звезда во все стороны разбрызгивает жидкое магнитное поле. Вот тут нам очень надо остановиться. Наше магнитное поле, которое было у нас всегда, оно несет память нашего тела по прошлым жизням. Что делает магнитар? Переписываешь. Он нам помогает. Теперь нам не обязательно в прошлой жизни вспоминать. Мы осознанно как-то понимаем. Ну было и было. Ну своровал, да. Да. Я тоже надо все поменять. Легче менять характер в этом плане. Так вот, эта субстанция, которая… Ей нет названия, у которой разбрызгивается. Но она состоит из гранул, и она разумная. А гранулы эти являются чем? Кристалл. А кристалл это что? Информация. Информация. Это тот же самый гриб. То есть нужно болеть, получается? Зачем? Если у вас сознание есть, вы ничем не будете болеть. А если у него нет сознания, то он вас достанет. Чтобы вы его понимали. Сознание… А все… А в мае выглядели. Да нет, просто у нас вся система куда-то переместилась таким образом скорее. То есть по космическим меркам это колоссальное время. Да, но здесь это же произошло без нашего участия, мы просто как эти… Нашим. С нашим. Да мы как блохи на собаке, не проехали. Нет. Нет, с помощью нас. Нет. Скажите, какой ваш вклад? Нет, нет, нет. Вы работаете над собой, это ваш вклад. Вы работаете над собой, и вам вот… Понялись сознанием. Вы помните, говорили много про это? Нет, есть осознанность, не осознанность. Послушайте… Кто не работает, если надо? Тот не ест. Кто же переместились? Нет, не все. Некоторые специально родились другими. В 2017 году будут вообще люди другие, у которых не на 4% протон будет уменьшен, а на 8% – это будут совсем другие люди. Мы должны быть к этому готовы. Но от того, что вы, мы, которые делились в прошлом веке, работаем, начали работать над собой, мы уже дали возможность этим людям прийти. И начиная с сознанием, мы как бабушки, кормили мамной кашей, говорили, так, на колени, на горох, никуда не ходи, крестись, и в церкви все больше ничего не делай. Но если мы знаем, что крестясь, мы открещиваемся от информации, нам это не надо, но тем не менее мы открещиваем информацию от себя, это уже большое достояние. Вот для этой информации мы, возможно, вы родились и жили. Только для этой, например. То есть вы делаете очень большое дело, сами того не подозревая. Хоть как-то мы работаем с собой. И тут комплексовать не надо, что я меньше понимаю, больше, кто-то лучше. Это и идет зависть. Вы делаете 100% насилу для себя. Сами того не замечая. Так вот, что я хочу сказать. Этот магнитар засветился синим цветом, а до 2004 года он засветился. И это повлияло на наш гиппокамп. Гиппокамп – это у человека участок, который называется голубое или синие пятно в головном мозге. И это пятно засветилось у всех. Что такое гиппокамп? Он проецируется на точку жизни и завидует жизнь у человека на тонком плане гиппокамп. Как гиппокамп? Гиппокамп. Гиппокамп. Камп. Это как третий глаз? Беспе. Гиппокамп. Нет, нет, нет. Я вам покажу сейчас на другом этом. У меня сейчас нет. На другом человеке нет. То, что он засветился, что он? Теперь у человека над головой виден серебряный нимб. Это новое органическое тело. оно пульсируется, озвучено магнитару. Помните, мы говорили, тонкие тела, кетерическое тело, небесное тело и так далее, и так далее. У кого-то, я говорила, ауры вот, руку растяну, и вот ваша аура. Идите к Кирлянду снимайте. У кого-то там она выходит за пределы города, скажем, да? У кого-то она выходит за пределы планеты. У кого-то за солнечную систему. А мы с вами вышли все на пульсацию галактик. Мы можем пульсацию галактик ощущать и общаться с ними напрямую через наш вот этот вот магнитар. А он связан с гиппокампом через вот это синее пятно. Система Платон всем раздали новые датчики. Если у нас был раньше какой ритм? Марша. Раз, два, раз, два. То теперь у нас ритм вальса. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. То есть мы увеличили диапазон до вальсов. Это чисто... У нас же все, ну, цифром, да? Музыка — это на самом деле математика. Там все расчеты ведутся по тем самым. Так вот, это вам к этому. А базовый ритм Вселенной тоже вальс. Он на разных октавах. Он праздновал в различном исполнении. Но она работает в новой шкале, включая три основные октавы. То есть все это я хочу сказать, что появляется новый вид музыки. У меня был один человек, который пел в оперном театре. И он был очень известный личностью в свое время. И он умер. И когда он умер, его реанимировали. И он своей жене рассказывает, Люся, ты знаешь, там совершенно другая музыка. Небесная, она совершенно другая. Вот если бы мне было здоровье с ним вернуться на сцену, я пела бы совершенно по-другому. Вот это мы сейчас будем и видим. У нас совершенно другие люди поют. Поют еще когда? Они уже вышли. Мы пока тут сидели, изучали, они уже вышли на эти всякие голосистые вещи. И самое главное, новый год музыки появился. Он уже появился. Он уже есть. Ну, как бы мы его электронным считаем и так далее. Но чьи-то голоса, мало того, что могут это все повторить, они еще больше и могут перегонить. Потому что самый лучший оркестр это человеческий голос. Лучше него еще ничего не найдено. Я слушала. Что значит, какой они вывод сделали ученые? Что энергетический спектр нового водорода совершенно отличается от спектра старого водорода. И мы живем и сами не знаем, что воспринимаем совершенно другие энергетические спектры. И это все восходит к сознанию человека. Это просто замечательно. Так вот, пришло время, о котором нам говорили. Вот будете жить в тонком мире, а там все управляется мыслью. Захотел стул передвинуться, захотел сам взлетел. Но пока мы хотим только денег. Нет, мы хотим только здоровья. Значит, вас их очень много. Это не так. Но пока мы, говорит, такая концентрация мыслей не дошли. Костя, это для тебя. Но в связи с этим все-таки начались различные феномены. Первый базовый феномен. То есть теперь те свечения на иконах, которые обозначали НИУ, и которыми владели только мастера, потому что это было очень жесткое магнитное поле у нас. И это поле было вокруг Земли. И оно сдерживало нашу генетическую структуру. То сейчас это поле перестало быть жестким. То есть оно совершенно другое. Например, я метр пятьдесят, муж моему метр пятьдесят. Я захотела, чтобы у меня сын был бискетболист. Я рожаю сына, и он там два метра, скажем. Я управляю своим сознанием, своим мыслям. Но это уже было давно, на самом деле. Тот же профессор Пак Дживу, который очень любил птичек, однажды купил то ли зеленого волнистого попугая, то ли еще какую-то птичку за 800 долларов. И он очень эту птичку любил, но ему нравилось то, что она просто вся зеленая. Он купил другую птичку, к самцу купил самочку, и все время на них смотрел и думал, что ух, если бы тут желтого цвета, это была бы еще необычайная красота птичка. Они рождают там сколько-то птенчиков, и у одного из птичков было уже желтое обрамление. Короче, силы только на одного хватило. Так вот, генетическая структура, которая была плотная, вот тебе папа, вот тебе мама, будь на них похож. Теперь посмотришь на соседа, и уже похож. Потому что она очень мягкая, нежная, и тем не менее очень прочная. То есть, это не просто паутина, помните, я показывала такой снимок сознания земли, когда точки это самое. Вот это произошло. Помните, мы здесь сидели, разговаривали, одна из точек в этом доме, есть на горах они и так далее, и вот она в какой-то момент замкнулась. И когда я вам сказала, вы в это время никто не обратили на это внимание. А теперь вы говорите, что вы нам это не сказали? Конечно, говорили. Говорили, почему я помню. Ну вот. Да. И это было как раз в 2020 году. Слышит тот, кто слышит. Нет, у нас просто не было мыслей о том, что таком было. Я читала, что наступит то время, когда у людей будут отрастать части тела, вот как у ящерицы хвост. Допустим, разлюбилок. Зубы, зубы. Нормально. А что же даже сейчас выращивают многие. Так вот, дело в том, что в связи с этим у нас поменялся состав нашей нервной системы. Пока только нервной системы, пока только речь будет о глазах, о зубах позже. Какой образом поменялся? У нас другая нервная система. Мы перестали видеть трехмерность. У нас другие глаза. Теперь у нас было в глазу так называемое желтое пятно, которое соединялось с нервом. Если вы смотрите в зрачок, просто вот это, не это, то там было слепое пятно. Теперь этого пятно нет. У нас, скажем, это самое, как это называется, сферическое, увеличилось. То раньше мы как лошади видели вот так вот с этим объемным. Объемным сталом, да. Но с арталом ничем оно есть. Я раньше думала, что оно больше у женщин, чем у мужчин. И однажды мы шли со своим другом, баскетболистом, и что-то такое случилось. Я почувствовала, что что-то случилось. И вдруг он идет прямо тоже. И он как раз развернул, но он чуть в машину не ехал, и он это видел, что там что-то делается. Это вот сферическое называется зрение. Он сферическим зрением увидел, что я с той стороны, и он меня просто вот так раз легонько отодвигал, и все, и что-то там проехало. А я думала, что мужчин это нет. Нет, есть мало. Это развивать надо. Нет, не звук. Нет, он-то, конечно, сэкболист, ему надо было это развивать, зрение. Но тем не менее, после этого я стала наблюдать, что он может быть мужчин это есть. Так вот, зрительный нерв, который уходит глубоко в череп, он и затыкался белковой тканью, как заглушкой. Это слепое. Пятно закрывало три четверти нашего сферического зрения. Мы не видим черную дыру, а поскольку мозг не велиру разные нюансы, то создаются иллюзии, что мы ее видим. И вот эта вот позиция, она нам позволяла жить в трехмерном пространстве, как бы, в жестком вот этом пространстве и особенно не переживая. Но теперь мы как бы перешли на тот свет. Вот это рождение, как о котором говорил Дурон Балу, оно все-таки произошло. Мы с вами были умершими, как бы, теперь перешли в другое измерение, как бы, на тот свет. И таким образом наш эксперимент был, как бы, полностью завершен. и это пятно стало растворяется и исчезать. Оно нам перестало быть нужным. И это открытие планетарного масштаба заметили ученые всех стран. Изменился также вилочковая железа тимус. Она сама по себе тоже очень сакральная, ее многие описывали. И теперь новый вид энергии, его назвали протейн. Он тоже здесь локализуется и разбрызгивается по всем нашим тонким нервным каналам. Теперь солнечные, лунные, меризианы все задействованы. Они тоже стали другими. Но сначала меняется наша внешняя составляющая, а потом тело. Материя, конечно, консервативна. Мы, может, при нашей естественной жизни не увидим, как мы поменялись. Но еще раз повторяю, эти изменения у нас уже происходят. То есть генетически мы уже можем не быть такими, как были раньше. По крайней мере, теперь мы точно знаем, что обезьянками не будем. Так это что? Я могу мысленно очиститься от кисти? Конечно. Видите, как я себя работой лишаю? Я не хотела этого сказать. Расскажите потом, как получилось. Очень интересно. Люди очень интересны про это. И раз иммунный надзор протеи изменился, то систему иммунитета мы разбирали. Что такое иммунитет? Что комментируют? Что-то вы говорили, что иммунитета нет. Есть, есть, есть. Это система целая. Система, да. Запишите. Иммунитет это наш второй организм. Это тоже организм. Она тоже давала очень большой фактор плацебо. Что такое плацебо? Исцеление. Ну вот, нам дают обычно таблетку, пустышку. Пустышку, да? А мы, да. Да, мы можем исцелиться. Хочем исцеляться надо и сейчас, да? Но эта система иммунитета была формальна. Исцелит она или не исцелит, мы не знали. То теперь наша система отслеживает каждую нашу мысль. Вот теперь так важно стало нам уметь думать, о чем мы уже несколько лет занимаемся. Как изноучиться правильно думать? Я всех уверяла, что думать не надо. Ты как считаешь? Не получится. Не получится. Людмила? Надо, да, думать, я считаю. Марина? Не надо думать. Надо. Только позитивно. Артём? Я послушаю. Нет, надо следует думать качественно. То есть, в смысле должны быть качествовать да еще. Нельзя не думать. Нельзя не думать. Марина? Не думать. Не думать. Не нужно думать, информация сама придет. Так, хорошо. Многие, значит, пополам. Так вот, оказывается, так важно уметь думать. А что, как это так, уметь думать? Оказывается, думать прежде, чем подумал. Ну, качественно. потому что все сейчас сбывается. Поэтому он там надо думать. Это просто бойтесь своих дум и желаться. Вписание сказано подумать. Это вот кто-то решил не думать и у него это получается. Вот мы смотрим на решение не думать и у нас это получается. Мало нужно падать. Людмила тоже решила не думать и у нее это не получается. А некоторые когда получается, когда нет? Так вот, прежде чем думать, надо подумать. сначала надо думать прежде, чем подумать. Что такое понятие? Можете, пожалуйста, скажите. А мы с вами как это делали? Идет мысль и ты думаешь моя она или нет. Если она не ваша, просто ее отстраняешь. То есть в своем информационном поле чужую информацию не запускать. Следующее изменение у нас так называемое менталевидное тело это оно находится в районе мужичка. оно переключается на осознанное восприятие. До перехода это был дом страха. Им правила лимбическая система. Кто у нас тут психологи? У них какая задача? Они все вам говорят лимбическая система отвечает за то, что есть какая-то опасность, страх. То что надо делать? Или бей, или беги. Или убегай. Как у животных? Вот так нас учат психологи. И что вы в этом плане нам скажете? Мы не психологи, мы психологов не любим. Почему? Потому что сейчас переписалось на уровне клеточного механизма и вместо бей и беги появляется осознанное восприятие текущего момента здесь и сейчас. Разумное. Мазохисты какие-то. не сидеть и разбираться, бояться, думать, как там будет. А все по мере преступления. Я приду и разберусь. Здесь и сейчас. Я вам рассказываю, как у меня в один момент случилось то, что в поле там было ориентирование, когда я милетчу работала, девочка начала рожать. Носила ножницы, прям вот вот жемчужинки, с которыми мы работали. Я побежала делать горячую воду, себя отрубила палец, практически костюр разводить, а другая начала кричать. Они только побежали, уже финиш, и парень получил инфаркт. Вот это наше неразумное подход, бей, беги, что делать. А там соревнования очень важно было им как судьям записать, что это финиш. А на финише я сшивцовую час был. За это время я уже и роду приняла, на самом деле. То есть, что я хочу сказать, на самом деле я даже не почувствовала боль, потому что концентрация была на нейто. Но эта нейто мне немножечко вот эту мужичковую лимбическую систему выбила, чем что я. Я же никогда не рубила дрова, куда там надо особо с большим попором. ХС. Ну, наказание получил, да. Так вот, что бы вы ни сделали, органика меняется сама. Вот ешьте вы свою там вегетарианскую пищу или что-то и так далее, и вы думаете, что вот от этого мне будет счастья. Вот делайте вы каждый день зарядку или медитацию, опять думайте, будет мне от этого счастье. Оно может быть. Если вы сама занимаетесь своим физическим телом, все это хорошо. Но, тем не менее, органика меняется сама. То есть, ваше высшее я дало разрешение на изменение данной ситуации. На изменение вашего текущего сознания. Это как же суда накормили? Что это такое? Это называется, божественная халява. А вот ты тоже хотела сказать, лежишь, у меня стройнее тело. Раньше мы отвечали за свои поступки, а теперь отвечаем только за свои мысли. Вот научиться правильно мыслить, это наша задача. Что происходит в головном мозге? Мы сами говорили, что там происходит. Теперь оказывается, в головном мозге растворяются старые пакеты нейронов. Как это проявляется в быту? Вот старые пакеты нейронов это все материализованные привычки, которые вошли на уровне автопилота. Мама сказала утром завтрака буду завтракать, папа велел носки каждый вечер меня стирать и так далее. Что здесь происходит? Я всегда думала, почему Москва при полности людей нейтрогород. Не поверите, этому способствует транспорт. Чем дальше мы едем, тем мы нейтрализованы. Особенно общественные, которые мы ненавидим. Многие люди садятся и там типа засыпают. хотят и не хотят кислорода даже мало и засыпают. Мы все преследуем тот же храп. Говорим опно, это так плохо, человеку мало, что он в степени визор говорит, умрет, если он будет храпеть, боремся и так далее. Но оказывается все наши привычки на уровне плоти, они материализованы. Мы часто делаем эти действия, не замечаем как мы делаем. И при этом тратим огромное количество энергии. А теперь наступает потеря памяти. Казалось бы, это очень плохо, но это псевдо потеря памяти. Оно наступает тогда, когда человек не подвергается никакому внешнему воздействию. храпит. Он едет, едет, раз, хоп, и как бы он уснул. Даже сейчас есть такая поговорка, вот 7 минут в день, до нем они двоих. Ляжь, придешь на эти 7 минут, организм хочет. Мы раньше с этим боролись, физкультуру делали, кофе пили, так далее. надо. И особенно у тех людей, которые сахаром, диапетом болят. У них привычек очень много, все контролируют, следят за инкуларажем, много чего, да? Вот, они сидят на лавочке, спокойно в состоянии, ведут раз, ничего не помнят. Это длится мгновение, 3-5 секунд, и вы снова входите в текущую жизнь. Но при этом у нас выключаются какие-то старые пакеты, старые знания, нам нужно новое знание. А этот человек побежит и скажет, у меня лединар начинается, давайте меня лечите. и уходят сакры недели в 20 человек. Ну, если вы сюда на это назбройте, почему нет? Псевдозабыщивость это освобождается в место для нового. И когда оно заполняется этим новым, нужным моментом, просто происходит ясновидение и яснознание. вот так мы научаемся себя любить. До этого мы не знаем, как себя любить. Вот это нам показатель. Вот с чем вы помните, мы все время, когда с вами два подряд года на всех уровнях просили у властителей кормить. Заберите нашу волю, дайте нам дар. Что произошло? До перехода у нас этого не было. И когда мы приобрели этот опыт, набрали знания, он сейчас появляется сам как дар. Значит мы с вами просили не зря. Не зря. У нас у всех что-то есть дар. До определенного момента вы еще не знаете, чем обладаете. Но как только появляется ситуация, вы начинаете пользоваться готовым опытом. Экономите время, экономите силу. При этом вы видите ситуацию не с одной стороны, а со второго уровня внимания, как мы с вами учились. То есть сразу с нескольку ничего не осуждая, не критикой, не анализировая. Понимаете, все поступки вокруг как что? Информация. И поскольку на Земле всегда будет два пора из-за плюс и минус, на Земле всегда будет война и мир. Это тоже не забываем. И осуждать эти войны и мир мы тоже не можем. Что надо запомнить? Что когда у нас наступает псевдозабывчивость или что-то наподобие склероза, чего мы страшно больимся, надо принять это совершенно спокойно и знать, что это не болезнь, а планетарный переход. А у нас сколько табликов склероза? у нас еще я вам все это покажу сейчас на картинках это гиппокамп и это самое теперь у нас там еще есть полосатое тело. Пока примите это как что там есть. Оно заведует тем, что захотел я и мускулы поджигал. Не захотел не буду двигаться. И когда человек говорит расслабься, него это тело не работает в расслаблении, оно не или соберись. А он там вся мускульная система полетела. Так вот полосатое тело оно после перехода будет осознанно. Ты не можешь ты умираешь ты включаешь осознанность и твои мышцы расслабляют или это самое. И сейчас таких людей на самом деле много если мы тех же йогов да возьмем. они осознанно могут похоронить и снова возродиться. Почему? Потому что пошли другие связи в мозгу. Поменялись нервные импульсы. Поменялись аксоны. А значит поменялось сприятия. Оно просто стало другим не хорошим неплохим другое. Почему я вас в этом убеждаю? Потому что все направлены на дуальность. Это хорошо это плохо и так далее. нету дуальность он не работает а притягивать другое нам очень страшно. Очень страшно. И структура ДНК поменялась. Вот с одной стороны водород и протон это одно и то же. В органике есть выражение нефть это углерод. Самое интересное у нас сейчас пугает. Через 7 лет у нас страшно будет золото вода. Будет дефицит воды. Будет то все оказывается. Если налить баночку немного нефти и поставить на солнечную сторону окна то через какое-то время нефть перестав и быть нет. А преобразуется в простую чистую воду. А наоборот. А наоборот. Так вот Дурголо. Я вот чувствую что вы меня настолько поводите настолько вы это само А Дурголо описывал что были такие у них опыты когда приезжали. Ну а что вы тогда спрашиваете идете не хватит. И что там было расскажите. Ну то что они там приборчиком воздействовали на какую-то загрязненную воду не приборчиком вот опять подмена понятия опять запутывание терпеть это не могу. У них приборчики еще медитацию подметить это воздух приборчик нет они взяли три больших контейнера типа аквариум с водой по 200 литров и эти воды были загрязнены всем чем попало и химическими и фекалиями и так далее и у них была специальная вода просто бутылочки они буквально капали одну каплю давали другую информацию эта вся вода была уже аппетитовая понятно нет а вот то что этот приборчик он у меня даже здесь лежит у меня есть это с воздухом связано они очистили детроид город самый грязный в мире они его очистили самый стал чистый в Америке так вот на уровне тонком вода это кипяток ну не кипяток а кипящая субстанция почему потому что новый водород он мгновенно перестраивает структуру воды и если раньше у нас четко была формула H2O то она сейчас перестраивается даже формула химическая что-то у нас кто-то химик был что-то их нет мысли спокойные мысли если спокойные то вода одной формулы потому что мы почему из 90% в росте в росте в росте помните я рассказывала ликвар у нас омывает каждую и клеточку и по пастам он двигается и так далее у нас называется ликвар вот этот ликвар если спокойно то вода будет одной формулой активное сознание вода принимает другую формулу причем это может меняться в одну секунду несколько раз и при этом меняется сразу вся биохимия как-то анализы будут сдавать больные там совсем другие да вот именно я к вам это не веду причем даже мы не будем что там даже биохимия клетки меняется так вот что еще врачи врачи самые консервативные люди в мире забыли тревогу почему даже не сами врачи фармакологи потому что вдруг в один день все фармакологические препараты стали ядом почему потому что протон стал другой поменяла симметрия внутри атома ядра и все стало другим ничего теперь нам нельзя из таблеток даже принимать и я сама удивилась если я раньше проверяла хоть что-то подходило людям можно было таблетками оперировать сейчас практически мы этого заметить не можем и это все началось весны 2013 года поэтому многие фармакологические компании сейчас просто закрылись на продукцию но многие нет бизнес большой бизнес многие работают поэтому будет меня экономикам никто об этом не задумался во всем виноват виноват к вам тебе переход поэтому сейчас как бы в кризисе у меня тут одна подруга которая недавно голодала звонит другой подруги подруги нет ей которая другая подруга которая со мной голодала год назад и говорит включи телевизор смотри там идет какой-то фильм и вот значит он поступает в больницу этот человек а врачи говорят он пять дней ел и не пил идите в реанимацию он сейчас умрет и они содержат сейчас извините недавно совсем был сериал семь дней они не пили не ели и высохли про метод высохли два тропа венского леса конечно если человек насросся что он через средневом лет нет не вообще у Михалков все равно не это без воды когда без воды и без воды и без еды недавно такая информация взяла самое интересное другое вот я в свое время когда я занималась десертацией я занималась радиоактивными веществами и эти радиоактивные вещества потом меня даже вызвали лучевую болезнь я сама это все считала и я решила не лечиться там симптоматически я что-то там делала может быть иголочки может процедура вот эти глаза и так далее и что оказалось что я сама себя подвергла эксперименту ну и меня так сказать высшие силы наверное в этом плане одобрали потому что если раньше период распада урана был 235 лет теперь он может распадаться за 2 года если на такие вещи уже действуют вот этот протон представляете что дальше будет так вот если его будут частью загружать на санкции то перейдут на другой бит топлива то есть это уже нефть будет там как вода не нужна будет не поняли о чем я говорю так что Чернобыль совсем не опасен да а Чернобыль совсем не опасен нет мало того те которые были напуганы которые очень сильно лечились и они принимали там всякие водки и так далее они все умерли от лучевой болезни от лучевой тяжелого заслужения а у меня есть такой родственник дальний родственник который было всего лет 17 или 18 когда он пошел в армию и там ни о чем не спрашивали его в самый центр Чернобыля поместили и они там разгружали вот эти все вещи и так далее и он такой парень он в МЧС потом поступил и работал очень так сказать много и сил у него было достаточно он вдруг вышел на то что если у кого-то что-то болит он к этому чем подходил прекращался болеть и он стал лечить бабушек бабушки стали бегать то есть он просто прикладывал там бедро болит или что-то и он там подержит что-то он потом ко мне приходил мы с ним занимались стопать и по чатам он показывал самые простейшие вещи и он параллельно себе стал денег зарабатывать потому что там даже на семье строгая такая хватился потому что он очень не думал об этом молодой был легко это другой Саша на уступатель мы с ним встретились как врач я вышла на то что у меня все время говорят что я так сильно располняю я бы лучше кудой сильно располнял и я взяла его и вижу значит какие-то голые деревья вот так все это самое я ему это рассказываю то что рассказываю и он вспомнил он на тот период лет 40 он говорит слушай я же был в Чернобыле он совсем об этом забыл и когда он в этом ключе стал работать что это само похудел то 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 Можно в этой интуиции запутаться. То есть она уже не должна? Нет. Теперь необходимо раскрывать глубинное чувствование. То, что мы с вами и делаем. Мы слушаем свое тело. Глубинное чувствование. Вот это новое отношение с миром, в котором вы выражаете свое намерение. И вселенная, запишите большими буквами, начинает выстраивать события под вас. И таким образом она осуществляется желание. Вот почему нам самое главное надо бояться своих мечт и желаний. То есть если вы правильно думаете, то вселенная под вас подстраивается. Помните, я вам говорила? Вселенная видит нашими глазами, слышит нашими ушами, чувствует нашими чувствами. И если вы законы хоть какие-то соблюдаете или работаете над тем, что вы их как-то нарушали, уже начинает все меняться. Возникает вопрос, как это сделать? Словами, мыслью. Многие, хотишь, не хотишь, работают через мозг. И у меня тут вот очень есть печальный претендент. Ко мне пришел один парень, которого я очень люблю. Он такой непосредственный, такой милый, такой прекрасный и так далее. И он перенес три трепанации черепа. Ему все время влезали мозг и что-то убирали. И когда он ко мне пришел, я сказала, не надо было этого тебе делать. Потому что он все же сделал хорошо и прекрасно. Мало того, он естественно. От природных экстрасенсов он очень хороший, наше чувство и так далее. Ну ему еще что-то надо подтвердить, что-то надо там, это самое. Но тем не менее, он по-другому начал развивать свой мозг. Почему мы говорим новое поколение людей? Когда мы родились в прошлом веке, у нас был один центр объединения, один центр информации, и они не были соединены. После 80-го года стали рождаться дети, у которых стало два центра объединения. Эти центры соединились, хакеры. Потом пошли два центра объединения после 2000 года и два центра информации. После 12-го года эти центры соединились. Два центра объединения, два центра информации. Вот в этом новом. Теперь просто физически мозг срастается. Вот новые люди 2017 года, это люди, которые будут сосращёнными двумя половинками мозга. То есть фактически без половины? Не было таких полушарий. Мы не можем знать, может быть у них перемычки какие-то будут, но не будет вот этого чёткого разделения. И у него этот мозг стал срастаться. И вместо того, чтобы парня оставить в покое, ну у тебя нету никаких признаков. Хорошо видит, бегает, прекрасный спортсмен. Все на лицо какие-то... Нет, у него при диспансеризации нашли вот какое-то там чего-то. Залезли, теперь у него один глаз не видит, вот так вот стоит, другой глаз вот и со мной. И он очень расстроился, когда ему сказал, что ему не надо было делать операцию. Но я ему должна была это сказать. Так вот мозг начинает меняться, две половинки начинают срастаться. Извелино начинается на одной половинке и идёт, переходя в другую. В результате мозг меняется и формируется другой мозг. То, что у него уже было на лицо. Что это даёт? Это даёт радужное сияние. И это очень хорошо показывает с того, как камера. Но мозг не просто меняет свое влучение, он становится дивергентным. Что такое дивергентное? Он всё время будет важный опыт получать. Не по прямой проторной дорожке, да? Кто-то там сказал, открыл закон физики, что вот инерция, вот это такое, да? А там закон тяготения, это сякое и так далее. Он как бы изнутри уже будет понимать и знать. То, что мы сами знали. Что нам этот ньютон, яблоко сварилось на голову? Мы сами что-то знаем, да? А это будет ещё больше. Он всё время будет хотеть выходить, выводить вас из какого-то тупика. Он сам будет выходить на эти тупики и выходить. Так вот, это будет мозг так называемого типичного инсайдера. Что такое инсайт? Это озарение. И это озарение будет всегда здесь и сейчас. В быту или в жизни, или при каких-то там творческих моментах. И таких людей у нас сейчас много, да, Катя? Так вот, это называется серия Божественной халявы. Потому что оно сварится на нас просто так. Кучкой. Но вы к этому обязательно имели отношение. Вы стали с собой заниматься. Вы это стали понимать, осознавать. В одночасье вы начинаете видеть изнанку процесса. Вы не только можете судить и понимать поводы участников. Но вы можете, да, понимать мотивацию участников, которые привели к данной ситуации сейчас. То есть многие вопросы будут разрешаться не через суды, не какие-то бумаги бесконечные и так далее, а через понимание. И это спокойное состояние знания. Типа, ну ладно, так бывает. Ну что, это можно назвать дурачком. Можно назвать там, слишком ты мудер. Или там еще какие-то слова. Но это приводит к состоянию нейта, к спокойствию. Нейта, к нейтра. То есть уходят законы тебя дуальности. Это хорошо, это плохо. И при этом вопросы и политика, и экономика тоже становятся неинтересны. Потому что мозг дает совершенно новый ракурс. И этот мозг больше связан, конечно, с природой, чем с отношением. Больше связан с самим собой, изучением себя. А насколько я продвигаюсь в этом плане. Успешно или что-то сформазать. При этом, вот что важно, запишите. Иногда можно заболеться. Высокая температура. Основ, жар. Это вам так кажется. А на градуснике будет 36,6. Иногда даже 35,5. Как же так? Сопли идут. Температура есть, как бы, ну, я ощущаю. То озноб, то все. Что это такое? Кто мне расскажет? Очищение, наверное, надо делать. От чего? От таксима всяких, откид. От формации. Если у вас сопровождается это слезой, соплями. Это выход сущности. Если температура... Окей. Окей. Многое. Война. Продолжение следует...